Коммунальная война в МИАСе. Предприятие Экосервис и управляющая компания поссорились из-за мусора. Не могут договориться о плате за утилизацию. Пока компании спорят о цене, в контейнерах копится мусор. Подробности в сюжете Антона Зубкова. Завтраком на бампере грузовика начинают день водители нескольких мусоровозов. На этой площадке возле мусороперерабатывающего завода они простояли целую ночь. Накануне вечером, как обычно, привезли собранные во дворах отходы. Но охрана полигона ТБО отказалась впускать грузовики. Я говорю только про это, про это. Почему вы транспорт сегодня не принимаете? У нас следующая организация работы весовой. Мы пропускаем транспорт на основании заключенных договоров с нашей предприятией. То есть я, как человек, с помощью своей обязанности, с основной инструкцией, выполняю указания высшестоящего руководства именно по пропуску транспорта. То есть, почему договор не заключен или еще что-то, это находится вне моего института, я на эти вопросы ответить не могу. Причиной простоя стал конфликт между двумя коммунальными компаниями. Одна, Экосервис, занимается вывозом твердых бытовых отходов в большей части МИАСа и перерабатывает их на собственном полигоне. Вторая организация, Рассветэнерго, обслуживает только 170 многоэтажек. У них живет около 16 тысяч МИАСов. У этой управляющей организации тоже есть свои мусоровозы. Но отходы они вывозят на полигон Экосервиса по договору. Однако в этом году перезаключить его не получилось. Условия этих договоров для нас неприемлемы. Существенно возросли тарифы на вывоз мусора. Кроме того, вместо одного договора нам предлагались два договора на вывоз мусора. Как от юридических лиц, так и от физических лиц. Мы вступили в переговоры. Но переговоры были довольно-таки напряженными. Сотрудники Рассветэнерго утверждают, в предложенных договорах тарифы увеличились в полтора раза. Если в прошлом году Экосервис за утилизацию одного кубического метра мусора просил около 50 рублей, то в этом году требует 70. Это значит, что Рассветэнерго будет работать в убыток. Либо повысит плату для жителей. А это противоречит закону. Тариф на вывоз мусора устанавливают местные депутаты. И изменять его коммунальщикам запрещено. Из-за конфликта мусор из дворов не вывозят двое суток. Пока баки не переполнены. Но дожидаться мусорного коллапса власти не стали. Завтра мы встречаемся здесь у меня в кабинете с обеими заинтересованными сторонами. И я полагаю, что все-таки мы найдем компромиссное решение для того, чтобы интересы хозяйствующих субъектов и, в первую очередь, конечно же, интересы жителей города, которых обслуживает Рассветэнерго, управляющая компания в части вывоза мусора, были решены. В Рассветэнерго подготовили обращение Министерства тарифного регулирования области и в антимонопольную службу. Просят проверить, обоснованно ли эко-сервис поднял тарифы. А ворота мусороперерабатывающего завода сегодня все-таки открыли. Но только на один день. Антон Зубков, ОТВ.